Несмотря на то, что предупреждения были и неоднократные, люди не успели вовремя отреагировать на них. Как-то совсем неожиданно и почему-то ночью в воскресенье торговые точки вместе с товаром начали сносить без спроса у их владельцев. Такие действия, хоть и чиновники называют законными, вызвали у торговцев панику и непонимание. Людям, как обещали, альтернативных рабочих мест не предоставили. Возмущенные произошедшим, они пришли к Совмину, требуя объяснений. К митингующим вышел министр внутренней политики информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский. Выслушал жалобы и даже пригласил для выяснения обстоятельств в свой кабинет. Однако предпринимать каких-либо действий не стал, лишь уточнил, все делается в рамках закона, а отвечают за его исполнение в данном случае городские власти. Они в свою очередь продолжают демонтаж и пытаются успокоить владельцев бутиков. Я со своей стороны гарантирую, что мы пойдем навстречу в части предоставления, я об этом говорил и раньше. И приму сейчас максимум меры стараний для того, чтобы обеспечить их рабочими местами. Это первое и очень главное. Но как обходиться торговцам без работы до того момента, пока они получат другие места, непонятно. Известно лишь одно – рынок опасен для пребывания такого количества людей, уверяет Бахарев. Его нужно очистить и привести в порядок. Мы не могли провести хотя бы, ну, скажем, визуальную инвентаризацию того, что там было. Потому что, честно сказать, когда мы увидели загнившее, условно говоря, все, что можно сгнить, вот, и что там находится под, я говорю о сетях, мы не знаем. Мы сегодня, если выйдем на какую-то нормальную дорожное покрытие, части очищения полностью, хотя бы части, мы поймем. Но пока я не говорю, но то, что, конечно, это не маленькие затраты, это точно. Вложить в Козлова придется немало денег. Но власти перед этой проблемой не остановятся. Улицу приведут в порядок, отремонтируют и отрегулируют на ней движение в соответствии с ПДД России. Александра Пермякова, Служба новостей и ТВ.